Смотрите какой он классный! Какая крыша! Какие окна! А где дракона хранить? Где живет дракон? Почему загон мы не построили? Он что, со мной будет в одной кровати что ли спать? Спасибо вам большое, мистер Лысый Продавец! Надеюсь, теперь вы сможете купить себе парик хотя бы. Жалко вас, давайте погладим его. Рум-тур по средневековому замку Кошки Ланы. Ну, как замку, подземелью, тут окон нет вообще и бочки где стоят, но это не важно. Мил, всем привет, котята! Я Кошка Лана и я в платье. Я свечусь. У меня есть дракон. А это значит, котят, мы с вами играем в симулятор дракона. И не просто симулятор дракона, а обновление в симуляторе дракона, котят. Я, кстати, довольно давно не заходила в эту игру, уже почти разучилась летать. Давайте сейчас сделаем кружочек над нашей местностью, посмотрим, есть ли тут какие-то редкие яйца. Зато мне, знаете, давно ничего не попадалось. По-моему, все мои везения я потратила в первом видео, когда собрала кучу редких яиц. Да, котят. А сейчас, ну, у меня есть очень классный дракон. Я думаю, что этого пока что более чем достаточно. Так что давайте просто посмотрим, что тут можно пособирать. Но самое интересное, котят, это обновление. Потому что теперь, помимо вулкана, кстати, на который тоже можно отправиться, давайте это сделаем сначала. Я вместе с Лео была на вулканах, но в своих видео еще никогда. Поэтому летим на вулканы. Уи-и-и. Отлично. Итак, продолжаем лететь. Вот мы на вулканах. Кстати, котят, здесь довольно интересно, потому что здесь у нас есть какие-то комнаты, в которых, возможно, лежат какие-то сокровища, но я даже не знаю. Вот здесь определенно есть сундуки. И все еще так же сложно управлять этим драконом. Остановись, парень, остановись. Остановись. Стой. Да, вот, отлично. Собирай сундук. И это то, что нам нужно. Так, и, видимо, в связи с обновлением игра немножечко тормозит, самой малость. Обычно у меня ничего не тормозит, но сегодня, по-моему, очень много ребят захотели поиграть в драконов, потому что, котят, здесь появился дом. Дом вашего владельца дракона. Так, ну я здесь тоже не вижу никаких новых крутых яиц, хотя создатели говорили, что на этой карте будут какие-то другие виды драконов попадаться, но я чего-то их пока что не вижу. Эй, дракон, дракон, слезь со стены. Дракон, пожалуйста. А, Катя, знаете, это довольно сложно. Давайте пролетаем, посмотрим, может быть, здесь где-то и правда есть яйцо, или их пособирали уже все местные ребята. А потом отправимся в дом. Что-то мне подсказывает, что там можно все обустроить так, как вам нравится. Вот, кстати, обычное яйцо я уже вижу. Давайте его возьмем. И вот здесь я вижу, 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 вижу еще одно яйцо. Ну, по-моему, его уже кто-то забрал. Да, не буду отбирать у парня яйцо. О, у него оно вот прям над головой висит. Это очень странно. Обычно они должны забираться. Но ему повезло больше, чем мне. Он нашел редкое яйцо. А я, Катя, кстати, всегда очень хотела найти мистическое яйцо. Но мне так оно и не попадалось. Я даже его не видела. Один раз я упустила легендарное яйцо, когда его кто-то увел. Прямо мне из лав вырвал какой-то парень. Но ничего, это было не так обидно. Вот то, что я не могу найти никакого нового крутого яйца, это немножечко меня расстраивает. Но неважно. Итак, Катя, я думаю, что здесь мы уже с вами достаточно полетали. Полетели теперь обратно в портал на нашу карту. И посмотрим, где же этот дом. Мне его очень-очень уже хочется увидеть. Так, дракон, дракон, мы сюда летим. Вот сюда. Давай-ка домой. Все. А, нет, может обратно? Ага, портал у нас работает только в одну сторону, котят. Это забавно. Итак, котят, вот то, чего мы все ждали. Портал в город. Давайте скорее туда отправимся. А, в город. Ну, в город, пожалуйста. А, знаете, видимо, тут еще не все так быстро работает, как хотелось бы. Но ничего, давайте смотреть. Так, котят. Котят, 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 это мой дом. Дракончик, подожди, подожди. Мой родненький, подожди. Вот стой. Куда он ползет? Чего он хочет? Это мой дом. У меня настоящий средневековый дом. Смотрите, какой он классный. Какая крыша. Какие окна. А где дракона хранить? Где живет дракон? Почему загон его не построили? Он что, со мной будет в одной кровать, что ли, спать? Ладно, посмотрим. Котят, вот и мой дом. Смотрите, ничего здесь нет. Абсолютно пустой дом. Даже окон. Снаружи окна есть, а внутри нет. Это какой-то странный дизайн-проект, хочу вам сказать. Видимо, окна мне придется самостоятельно достаивать. Давайте посмотрим, что я могу построить. Ничего. У меня нет абсолютно ничего. Потому что сначала, видимо, нужно пойти в магазин. Ну, давайте отправимся. Возможно, придется еще и заработать себе на классный дом. Дракон куда-то улетел. Наверное, у драконов тут свои дома есть. Потому что, ну, я так понимаю, иначе... Куда он делся? Не сидит же у меня там он наверху. Хотя эту крышу я тоже не видела. Может, это специальный скворечник для драконов? Не знаю. Побежали в магазин, котят. Побежали. Посмотрим, что мы можем себе позволить купить на те деньги, которые у нас есть. Так. Вот тут полы. Кровать прям стоят. Смотрите, хорошие, кстати, кровати. Можно протестировать? Нет, нельзя. Попрыгиваем на матрасе. Ну, довольно мягко. Довольно пружинит. Вот это, по-моему, чуть похуже прыгается. Нельзя в него сесть, да? Зато можно подвинуть, котят. По-моему, я двигаю их кресло. О, боже мой. Я сейчас вам перестановку тут устрою. Ребят, ребят, простите, но я менеджер. Мне кажется, что кресло должно стоять где-то вот там. Камин бы я тоже поставила, но мне кажется, он намертво тут скреплен. Во, отлично. Я подвинула кресло в магазине. Неплохо. Давайте уже что-нибудь купим. Так, начнем с мебели. Отлично. Ага, котят. Смотрите, не такой уж, но все и дорогой. Так, это у нас кухонька. Но я хотела бы сначала сделать, например, какую-нибудь гостиную или спальню. А еще мне нужны покрытия для пола. Ух ты. Ух ты. Ух ты, котят. Я даже не знаю. Давайте возьмем черное покрытие. Мне кажется, оно очень классное. Это что такое? Оно заблокировано, что ли? Не знаю. В общем, короче, я его выбрала. Я хочу его купить. Не знаю, продадут мне его или нет, но я надеюсь, что продадут. Теперь давайте посмотрим обои. Какие довольно странные здесь обои. Хочу вам сказать. Обои с котиком. Значит, они очень дорогие. Как-то за котиков столько переплачивать. Не, спасибо. Так, что у нас тут есть? Котят, мне кажется, это надолго. Вот эти очень красивые, но я не знаю, как они будут смотреться на стенах. Я бы взяла какие-то, знаете, светлые, нейтральные такие обойки, чтобы они не сильно привлекали внимание. Поэтому я даже не знаю, котят, что выбрать. Подождите, это у нас уже полы. Котят, кажется, я нашла обои своей мечты. Вот эти вот. Это просто обои с каких-то досок. Но очень красивые. Я хочу их взять. Ну ладно, давайте посмотрим, что еще у нас есть. Так, есть ванная. Подождите. Стиральная машина? Сушилка? Во времена драконов были стиральные машины? Котят, 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 котят. Это открытие века. Я думаю, что ни один учитель истории вам такого не расскажет. Но вот они. Вот они продаются, стиральные машины. И это классно. Это здорово. Давайте купим ванну. Обязательно нужна ванна. Обязательно нужен туалет. Обязательно нужна какая-то раковинка. Не знаю, какая коричневая. Давайте серую возьмем раковинку. Давайте возьмем красный коврик. Не знаю, нужен он мне или нет. Пока что не будем брать стиральную машину. Я бы тоже пока не стала брать. Потому что мне кажется, что это слишком. Да, это чересчур. Итак, теперь смотрим, что у нас в спальне. Хотят. Вот это классно. Книжные полки, какие-то кровати. Смотрите, я хочу большую кровать, как у принцессы. Вот только я не знаю, почему розовая кровать стоит 600 золота. А серая стоит 200. Как-то это не очень честно. Давайте пока что купим серую. Может, я ее потом перекрашу сама. Знаете, там, краски куплю. Другой постельной постелю. Мне кажется, они вообще ничем не отличаются. Только это в три раза дороже. Вы представляете? А, набирают себе денег. Вот хитрые торговцы были во времена драконов. Да. Так, что бы еще взять? Возьму, наверное, какой-нибудь комод. Вот, например, этот с зеркальцем, чтобы одеваться, чтобы было красивенько. Так, и, возможно, возможно, книжные полки, котят. Вот это то, что нужно. Я возьму вот эту вот большую полку. И я думаю, пока что хватит. Давайте посмотрим, что можно для кухни. А то у меня деньги уже начали сниматься. Я думала, что их не забирают. Я их, кажется, забираю. Смотрите, серая или черная. Тут стоит дешевле. Ну, знаете, мне нравится и черная. Я куплю. Потом куплю подороже. Ничего страшного. Так, столик, плита. Ну и, блин, ты были во времена драконов. Неплохо, неплохо. Давайте всего наберем. Так, холодильник. Серебряненькая плита. Вот какой-нибудь стол. Я даже не знаю. Ух ты, стулья, стулья классные. Так, котят, это надолго. Это как в Непсити, бесконечно. Давайте возьмем вот таких вот четыре стула. Еще один. Еще один стул хочу, пожалуйста. Да, все отлично, четыре стула. И какой-нибудь, возможно, вот, я даже не знаю. Давайте посмотрим, какой стол к ним подойдет лучше. Может, вот этот вот. Давайте возьмем его. Не знаю, насколько он большой. Я думаю, что пока что нам этого хватит. Ну и, конечно, возьмем цветы. А, да. И какой-нибудь ковер. Вот, я не знаю, только нужно. О, бочки! Бочки! Вот это шикарно! Стол для ядов! Почему я сразу не зашла? Вот это классные штуки. Так, давайте, стол для ядов. Бочки. Бочки. И вот такие бочки тоже. Ух ты, котят! Трон за три тысячи! Не, я пока, пока рано мне покупать трон. Я думаю, что я еще не готова. Но это круто! Это очень здорово! Стол для ядов я купила, да? Давайте тогда возьмем еще и вот эту вот, вот эту штуку. Не знаю, что это. Пусть будет. Котят, я думаю, что я напокупала уже целую кучу всего. Спасибо вам большое, мистер лысый продавец. Надеюсь, теперь вы сможете купить себе парик хотя бы. Жалко вас. Давайте погладим его. Да, ребят. А теперь пойдемте к себе домой. Вот он мой дом, кстати, рядом с магазином. Очень удобно. Всегда можно себе что-то покупать. Так, подождите. А окон там не было! Как это я без окон буду жить? Эти окна не настоящие. Их налепили сверху. И там все черное. Потому что это не окна на самом деле. Ну ладно, давайте все расставим в нашем доме. Я буду жить, знаете, в такой темнице. Может, у меня вообще дом под землей. Я просто этого не знаю. Теперь нужно решить, где у меня какая комната. Вот здесь вот у меня будет гостиная. Здесь. Котят, смотрите. Вот здесь, наверное, будет кухонька. А здесь будет еще одна, что ли, гостиная. Я даже не знаю. А вот здесь моя комната. Нет, нелогично. Вот здесь будет кухня. Короче, прямо будет кухня. Здесь будет моя комната. А здесь ванна. Вот теперь все мне окажется правильно. Так, давайте все выставлять. Что у меня здесь есть? А вот мои обои. Ух ты, котят, классно. Мне нравится, как выглядит. Очень такой, кстати, в стиле. Я пока везде эти обои поклею. Даже в ванной. Не важно. Потом переделаю. Потом у меня будут разные обои. Но пока что очень даже, очень даже симпатично. Я только немножечко не понимаю, как здесь ходить. Так, вот. Везде одинаковые обои. Теперь полы. Тоже везде одинаковые. Кстати, немножечко мрачно, но довольно симпатично смотрится. Надо было, конечно, посветлее было взять себе обойки. Но ничего, ничего страшного. Это похоже на средневековый замок. Вполне. Теперь предметы. О, да, котята. Так, моя комната, моя комната. Где будет стоять кровать? Вот здесь. Идеальное место для кровати. Да. Ага, смотрите, котят, как здорово. Немножко только оно все плохо тут двигается. Вот сюда. Да. Вот. Стоять. Отлично. Значит, я все серое взяла, да? Все слишком серое. Ладно. Мы потом чем-нибудь это все дело украсим. Так. Теперь нам нужно поставить книжную полку. Конечно же. Обязательно книжную полку. Вот сюда. Я буду здесь читать. Прямо в спальне. И не важно, что у меня здесь кровать. Я буду читать в кровати. Это здорово, котят. Ага, отлично, это зеркальце для макияжа, я так понимаю. И стоять оно будет у меня вот здесь. Очень большие комнаты в этом доме, котят. Я даже не знаю, даже не знаю, как это все теперь переставить, так, чтобы удобненько было. Так. Давайте, котят, я, наверное, все расставлю. Может быть, еще что-то докуплю. А потом проведу вам рум-тур по моей квартире. Я думаю, будет классно. Мяу. Итак, котята, добро пожаловать в мой дом. Рум-тур по средневековому замку кошки Ланы. Ну, как замку, по земелью. Тут окон нет вообще, и бочки везде стоят, но это не важно. Котят, у меня здесь есть диванчик для гостей. Садиться ни на что нельзя, сразу предупреждаю. Ни на диван, ни на стулья, ни на кровать, ни на вот это кресло садиться нельзя. Но это не важно, это никого не останавливает. Зато у меня есть ковровая дорожка, немножечко мятая. Но, знаете, так нужно. Это декор, декор. Телевизора в средние века не было, в отличие от холодильника и стиральной машинки. Поэтому гости будут смотреть в камин или в бочки. Или в эту прекрасную черную мастерскую по изготовлению яда. Я не знаю, почему она не пригрузилась, но она именно такой и остается, котят. Да, вот здесь у меня кухонька. Кстати, я купила эти обои с котиками. Они очень миленькие, смотрите. Некоторые котики вот такие с рыженьким, некоторые с розовеньким. Тут есть лапки, рыбки. И оформление ванны у меня точно такое же, как оформление кухни. Вот здесь есть ванна, умывальник, туалет. Очень маленькая ванна, но, извините за то, у меня есть книжный шкаф. Огромная кровать. Прыгать на ней, кстати, можно. И сундук. Да, котят, у меня есть сундук. Какой же замок без сундука с сокровищами? Я-то буду хранить, не знаю, например, свой рожок с прически. Буду на ночь что-то класть, чтобы подушку не проткнуть. Неу. В общем, котят, примерно так пока что выглядит мой дом. Но есть еще одна особенность этой игры. Иногда они вам просто не показывают какие-то вещи, которые у вас есть. А некоторые, вот две последние, например, плиту и вот эту штуку вы не можете вытащить. Никогда. Никак не сможете вытащить вообще, в принципе. Потому что, знаете, этот дом берет в заложники себе два предмета. Два предмета. У меня это плита и какое-то стекло. Я так понимаю, что это волшебный шар, в который можно смотреть. Но это не важно, потому что я этого не узнаю. Ну, ничего, котят. Так вот. Кто еще не был в средневековом замке, вы можете устроить его себе сами. В симуляторе драконов. Мне кажется, что это круто. Но сейчас меня достаточно. Я пойду на улицу и пролечу на своем драконе. Кстати, я переехала. Я теперь подальше от магазина. Мне не очень понравились эти парни. Мне казалось, что они пытаются меня обмануть и продать мне что-нибудь подороже. Поэтому я теперь живу здесь, в очень таком уединенном, хорошем месте. Но сейчас, поскольку я потратила половину всех своих денег, это, конечно, не очень много. Но я думаю, что мне пора, вот только как бы так приземлиться, пора позарабатывать еще. Да, котят. Дракон отправляется на охоту. Итак, что у нас здесь есть? Я очень надеюсь, что мне как-нибудь повезет, и я найду мистическое яйцо. Оно такое немножечко беленькое и блестящее. Я бы очень хотела его получить, котят, но пока что никак. Пока что только обычные, редкие, эпические и легендарные яйца. Что тоже неплохо, но котят мистическое, по-моему, это самое-самое редкое, самое-самое дорогое яйцо из всех, которые здесь вообще кому-либо доступны. Поэтому я очень хочу его достать. И я буду пытаться это сделать. А вам, котят, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, на канал Лео. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Выращивайте драконов, обустраивайте замки, зарабатывайте золото. И, котят, увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok